Возьмите ребенка и поместите его между калеками. Просто калеками физически? Да, физическими. Вы увидите, как в течение нескольких месяцев он сам станет калекой. Как вы хотите, обо мне судите. Я вам просто заявляю об этом с полной ответственностью. Зачем нам нужны искаженные дети? Что происходит с такими людьми, которые занимаются в исчерпных коллективах? Они тоже выходят оттуда неполноценными. Этого человека зовут Михаэль Лайтман. И он является одним из самых известных популяризаторов каббалистики. Это такое тайное мистическое учение, которое, подобно древнему гностицизму, хочет познать тайны вселенной. Почему же Михаэль Лайтман так не любит детей-инвалидов и не видит для себя возможности, чтобы обычные дети играли и развивались рядом с детьми-инвалидами? Потому что ребенок учится от того, с кем он поведется. И поэтому ходит с ним кто-то и хромает, и он будет хромать. Кто-то будет заикаться, и он начнет заикаться. Лайтман не считает себя шовинистом, но при этом не видит возможности для здоровых детей находиться рядом с больными. Я не шовинист, не националист, не вообще какой-то ист. Вы посмотрите, что он говорит. Если детки будут находиться рядом с детьми-инвалидами, значит они тоже будут хромать и тоже станут умственно отсталыми. Ну как такое можно заявлять человеку и при этом не называть себя шовинистом? Умственно пораженный не будет учиться от умного, у него нет для этого ума. А у того, у которого есть ум, он охватается от того. При этом по всему миру существует огромное число выдающихся детей-инвалидов и взрослых инвалидов, которые поражают обычных людей. Посмотрите, например, Джек Барнетт, мальчик из Канады, который в 14 лет уже имеет научную степень магистры, занимается изучением теории относительности. Маша Ланговая, наша с вами соотечественница, которая является чемпионкой мира по плаванию. Или Джек Барлоу, известный мальчик, который выступает вместе с трупами, в последний раз сыграл щелкунчика. Есть еще Никита Патничев, это наш повар из России, пожалуй, единственный повар из России. Кроме того, он еще выступает на большой сцене. Мы видим, что вокруг нас очень много разных людей. И это различие почему-то не нравится большинству общества. В чем же причина? Это не калечит людей. Я бы своего сына, внука не пустил бы в такое дело. Ну что ж, можно только позавидовать детям Михаэля Лайтмана, которые, видимо, никогда не будут обучаться замечательными детьми-инвалидами, ставшими физиками, спортсменами, талантливыми личностями, известными на весь мир. Конечно, здесь нет вообще никакого шейминизма. Окружение должно быть всегда выше, чем личность. Я же дал другой ответ. И тогда личность будет расти. Я же дал другой ответ. Я думал, что вы ответите вот из милосердия. Никакого патурализма здесь нет, никакого милосердия. Я думаю о детях, которые будут искалечены. А тем пораженным во всевозможных уровнях от этого лучше не будет. Но они будут их поддерживать как-то, может быть. А я думаю, что не будет этого. Они просто разобьются на две группы. Почему он об этом говорит? Что плохого в детях-инвалидах? Почему с ними нельзя находиться рядом с другим людям? Человек должен строить окружение всегда такое, которому он бы в чем-то мог помочь, которое бы могло помочь ему взаимно вытаскивать друг друга. Вы знаете, в нашем храме мы совершаем адаптированные богослужения для детей-инвалидов. И очень часто на этих службах бывают обычные дети. Ни разу за эти три года я не видел, чтобы дети разбивались на отдельные группы. И это каким-то образом разделяло их. Наоборот, обычные дети, они хотят, чтобы дети-инвалиды тоже были рядом с ними. Они не видят различий. В отличие от нас, взрослых, какие-то болезни, какие-то немощи, недостатки для них не являются поводом к разделению. Я не шовинист, не националист, не вообще какой-то ист. Мне даже не нужно опровергать Лайтмана, потому что в своем шовинизме, разделяя людей на две группы, он противоречит главному закону Торы и словам Иисуса Христа. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Аминь или как? Субтитры подогнал «Симон»